3 сентября 1880 года в Петербурге инженер Фёдор Пероцкий продемонстрировал первый в России, а по некоторым данным и первый в мире, электрический трамвай. Это был вагон, переделанный из конки. Вмещал трамвай 40 пассажиров и двигался со вполне приемлемой скоростью 36 км в час. Вагон, который двигался сам, привёл в изумление зрителей, собравшихся в парке. Несмотря на то, что все опыты по обкатке первого электрического трамвая прошли успешно, водить его в эксплуатацию не решались. Первым городом России, где стали регулярно ходить трамваи, стал на удивление Киев. Случилось это спустя 12 лет, в мае 1892 года. 3 сентября признан днём рождения бюстгальтера. Эту деталь женского гардероба смастерила американка Мэри Фелпс Джекобс в 1914 году. Она придумала соединить два носовых платка и приделать к ним лямки. Женщины того времени носили корсеты, поэтому к изобретению отнеслись скептически. А вот муж Мэри, имея задатки хорошего маркетолога, представил опытный образец бюстгальтера владельцам корсетной фирмы. Те заинтересовались и выкупили патент у Мэри Джекобс за полторы тысячи долларов. Это были приличные по тем временам деньги. За 260 долларов тогда можно было купить автомобиль. В этот день в 1941 году родился советский и американский писатель и журналист Сергей Довлатов. В Союзе он считался запрещенным писателем. Журналы не принимали его рукописи, поэтому Довлатов в основном публиковался в сам издате. В 1978 году был вынужден с семьей эмигрировать в Америку, где добился гораздо большего успеха. Стал не только главным редактором журнала, но и выпустил 12 своих книг, а также вел авторскую передачу на радио «Свобода». Сегодня, кстати, творчество Довлатова в России даже рекомендовано для самостоятельного прочтения школьников старших классов. В сентябре 2014 года в Нью-Йорке была официально открыта улица имени Сергея Довлатова. День рождения сегодня отмечает актер театра и кино Юрий Кузнецов. Заслуженный артист родился в 1946 году. Он начал сниматься еще в 1973-м. Тогда у него был маленький эпизод в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Потом был «Десятилетний перерыв». Он играл на сцене Хабаровского драматического и Ленинградского театра комедии и долго ждал свою роль. В 1983-м его пригласили сняться в «Торпедоносцах». Потом была картина «Мой друг Иван Лапшин. Противостояние. Холодное лето 1953-го». Кинорежиссеры как будто вспомнили про этого прекрасного артиста. Сегодня в его биографии около 150 картин. Вторая волна популярности нахлынула после сериала «Улицы разбитых фонарей», где Кузнецов так искрометно сыграл подполковника Мухомора. Несмотря на преклонный возраст, актер продолжает сниматься в кино и выходить на театральную сцену. А еще он очень любит читать и всегда берет с собой на площадку книгу. Ну и что, вы тут все собрались? Что, потанцевать нельзя? Все, идите работать. Вот так.